Шипы на колесах не помешают и весной. Автоинспекторы Республики просят повременить водителей транспортных средств с переобувкой зимней резины на летнюю. Несмотря на установившуюся плюсовую температуру в регионе, специалисты предупреждают. По ночам все еще бывают заморозки. А во время, пусть даже кратковременного похолодания, летняя резина может не обеспечить необходимых сцепных качеств дорогой во время торможения. Об этом и не только. В сводке 112. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, ранняя замена зимней резины на летнюю также может привести к ДТП, считают госавтоинспекторы. По мнению специалистов, оптимальное время для замены зимних шин на летние – это когда среднесуточная температура составляет около 7 градусов. В настоящее время возможны заморозки и гололедица. А также по прогнозу обещают небольшое похолодание и возможен снег. В таких условиях летняя резина может не обеспечить достаточных сцепных качеств и вы сможете потерять контроль над движением транспортного средства. Мы обращаемся к водителям, чтобы они не меняли зимние резины движения на летние, пока воздержались от переобувки транспортных средств и соблюдали скоростной режим. Кроме того, с начала апреля на всей территории республики проводится профилактическое мероприятие «Скорость». Цель – предупредить дорожно-транспортные происшествия с тяжелыми последствиями. Полицейские, в свою очередь, проверяют общественные места города. Все внимание несовершеннолетним детям, которые после 10 часов вечера находятся на улице или в торгово-развлекательных местах без родителей. На ночных улицах сотрудники полиции выявили 8 подростков, которые находились без сопровождения родителей и законных представителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили 12 административных протоколов, в том числе 4 за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения. 8 административных материалов составлены на родителей подростков. Также двое несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по республике Мариэл. Далеко не все знают, что Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей – это вынужденная мера в системе профилактики безнадзорности и пресечения правонарушений у детей до 18 лет. В настоящее время в стране функционируют 77 подобных специализированных учреждений. Рассчитаны они на единовременное пребывание почти трех тысяч детей и подростков.